сейчас немножко народ подтянется в эфиры и начнем интересная сегодня тема родилась она после передачи на которую я ездил это сильное шоу вот там на самом деле кто видел вот это сильное шоу это была третья передача это сильное шоу на матч-тв передача была детском мм и и нас приглашали несколько человек в зал в качестве экспертов и в качестве собеседников которые сидели прямо на функционеры и руководители от двух организаций представляющих мы мы в россии сегодня это союз мм и россии федерация значит мм и россии вот но суть не об этом суть о том что из-за того что передача короткая на полчаса всего а запись шла там почти полтора часа получилось что передача очень много чего не вошло и на мой взгляд вошло по большей части совсем не то что наверное реально было поинтересно что должно было войти и вот один из вопросов был такой по поводу детского значит мм и я не говорю о том полезно это вредно а вот такой вопрос был значит задал его человека забыл как его зовут он журналист московского комсомольца по моему сам нас спортивный парень по всей мастер-мастер тренируется и дети у него тоже занимаются или сын у него только в но занимается воду будет говорит зачем если до возраста 12 лет в мм и запрещены контактные бои то есть контактные бои имеется что подразумевается то есть ударка запрещена в большей части то есть ударной техники до 12 лет нет а есть только борьба то свой вопрос возникает а нафига тогда ребенка до 12 лет отдавать заниматься в мм и не лучше ли отдать его просто сразу в борьбу потому что в борьбе его ну профильной борьбе бороться научат лучше чем в мм и секции я так подразумеваю что он имел ввиду еще тот факт что сейчас профильных но это мы с ним уже беседовали потом поэтому я такой сделал вывод что профильных тренеров в мм и практически еще нет то есть эти секции и федерации комплектуются с тренерами из так называемых бывших то есть борьбу тренируют борцы бокс тренируют боксеры ну каков руки ноги тренируют еще кто-то там тэквондо вот и пока еще трениров которые действительно профильные в мм и которые действительно с самого начала занимались мм и потом стали тренерами значит мм и практически их еще и нет скоро они с мои появятся так вот типа в эти секции приходят не состоявшиеся тренера типа то есть которые в борьбе не смогли себя не проявить не как спортсмены не как борцы условно говоря и вот они идут тренировать собаки борьбу в мм и потому что это в мм и борьба это не профильная вообще там нифига ничего не профильная там все там ударка не профильная и борьба не профильная и ноги не профильные там все в кучу ну вот собственно говоря такой получился сам я казус надо ли да действительно детей там это при всем при том что если даже дальше планируется что ребенок после 12 лет будет заниматься мм и ну так вот ответ тут очевиден на самом деле если хочется чтобы ребенок занимался только борьбой конечно надо отдавать его в профильную борьбу вот и все а если хочется чтобы ребенок дальше занимался мм и то отдавать его в секцию мм и даже до 12 лет когда в соревнованиях он может применять только борьбу и ничего больше нужно именно секцию мм и я сейчас объясню пока по каким и причинам это должно быть ну первое во первых он самого начала должен заниматься в коллективе коллектив разношерстный все равно то есть он будет видеть как занимаются старшие более старшие ребята в коллективе где практикуется весь спектр всех приемов мм и то есть он будет расти в атмосфере в духе в этом где он будет все это видеть проникаться пропитываться как говорится тем что вот вы вот вот так это выглядит и что это предстоит ему не эти вот это это первая составляющая может быть даже не самое главное в плане техническом а вот сейчас перейдем к аспекту техническому смотрите даже если ребенок выступает на соревнованиях только с борьбой кто же мешает ему например шести лет начиная тренироваться с полным над арсеналом тех техник которые могут быть даже если на тренировках они не будут эти дети между собой между собой спаррингом применять ударную технику хотя можно просто давать им скажем так имитацию значит ударные техники они могут по крайней мере делать упражнения для тренировки той же самой скажем так ударки то есть они могут работать на лапах на мешках на защищенную и бить по защищенному тренеру который в доспехах типа рыцарь вот отрабатывать всю технику работать на пэдах наряду с той же самой самой борьбой и получается что что у мало у ребенка будет одновременно нарабатываться и борцовский динамический сам стереотип и ударный динамический и стереотип что же произойдет с ребенком который шести до двенадцати лет занимался только борьбой а потом его отдали в ммэй да конечно он уже профильный борец и даже если он будет осваивать ударку ему потребуется гораздо больше сил и это самое чтобы научиться это раз а чтобы применять ударку в бою своих спортивным я не знаю что вообще для этого должно произойти когда он уже профильный борец понимаете все он на соревнованиях будет исключительно бороться не будет он больше он ударку постарается не применять вообще ну то если даже будет ее применять то то не ну то не будет эффективно применять скутся это все будет вы посмотрите на тех же самых самих и бойцов которые пришли в ммэй чистой борьбы на того же на самого джеффа монсона например ну какой из него блин ударник вспомните бой с емельянка с федоровым ну чё он там мог как ударник сделать ничего а в борьбу его просто не пустил емельянка который в том числе хорошо борется все понимаете то есть если бы они бы конечно купали в партера то там еще бабушка на сказала кто это победил бы а стойки все вон на и он никакой ударкой не владеет и таких борцов на самом деле очень и очень много которые пришли смешанные бои из профильной борьбы даже пусть из бразильского джиу-джитсу где борются в куртках там или или ребята пришли из с грэплинга да они там адаптированы стоит ему упасть и в партер там они имеют большие преимущества понимаете не но как ударники то они уже никто на самом деле все то же самое выглядит и из в точности да наоборот даже еще хуже я сейчас объясню те кто приходит в ммэе и исчез из каком так ударке даже а та же проблема они пытаются только решать все в стойке на самом деле для зрителей это зрелищно и даже лучше посмотрите на бои макгрегора все макгрегоры любят им все это нравится потому что он почти все поединки свои решает стойки или на там ударки условно говоря хотя он бороться учится и борьба но борьба ему нужно в основном для того чтобы в партер не попасть а не для того чтобы бороться в нем или из этого партера быстро вылезть вот такая как как бы тема но в борьбе он и не одного болевого что называется нормально ну то есть вы его и профиль на как бы тем а если мы рассматриваем ммэй никак смешение каких-то вот я говорю там плюс там бокс плюс борьба а реально рассматриваем как самостоятельное боевое искусство то самостоятельное боевое искусство должно развиваться гармонично но не должно иметь какие-то и вертикулы в отношении борьбы или бокса или что-то еще а должно быть оно должно развиваться вот мне пишет сам дмитрий казак михаил согласен с тобой полностью в таком контексте сам работаю с детьми ну вот и отлично дмитрий вот я рад ли я на самом деле вообще не сомневаюсь в том что я идею то скажем так излагаю их правильно если мы говорим о том как развиваться должно значит мм я вообще радую за развитие ммэй как вида спорта а вид спорта не может развиваться без детского спорта потому что во взрослый спорт люди приходят из детства знаете и еще раз просто повторюсь о чем я раньше говорил если мы хотим видеть ммэй как вид спорта или и и и и и в том числе как вид боевого искусства то мы не должны его оставлять а формате шоу где приходят бойцы там из разных сам стилей как фильме кровавый спорт на кумите и каждый кто во что гораст выясняет чье кунг-фу лучше понимаете нет ммэй это самостоятельно это не соединение в соревнованиях в один формат самки по правилам разных видов нет это свое собственное направление свое собственное боевое искусство но как называется смешанное боевое единоборство с б и ммэй вот миксы маршал артс до смешанные боевые искусства на но это смешанные боевое единоборство так это сам и так турист единоборство смешанное потому что взяты практически использовать можно приемы всех направлений ну все на самом деле все так и и делают уже давно когда дело доходит до поединков до контактных особенно я не говорю про бесконтактные поединки или семиконтактные еще какие-то когда дел доходит до контактных самопоединков уже никто не различит бойцов из каратэ кикбоксинга савата не знаю тайскому боксу или откуда еще разве что только по ритуалам и может быть экипировки все не более того ну и еще может пансональцев когда выходит тайц прямо галимый ну как типа это буака впор промок ну понятно что наверно там будет тайский бокс все ясно хотя вы посмотрите на его эволюцию самого начала его выступлений и как он выглядит самом деле сейчас да все уже он совсем другое стал что называется если раньше вот прямо это выходит передняя нога висит да ну вот это вы видите смы притаптывания то есть он в натуре тайский бокс да ну вот но сейчас же совсем по-другому выглядит абсолютно потому что лишнее ненужное убирается до то что не является скажем так эффективным в реальном поединке по которому самки сражаются бойцы в том формате который предложен а в к иван например ну так вот вот мы поспорили я думаю что там у молодому человеку я в принципе сумел мысль свою донести а и он видно было по глазам что согласился но хотя какая конечно понятно никто особенно люди более молодые они не не любят сразу признавать свою как бы сам тему но я надеюсь что учитывая тот факт что он журналист еще да и спортивный обозреватель то я думаю что в каких-то его опусах статьях вот это вот у нот убеждений или перина убеждения найдет свое воплощение прошу прощения ребят только что покушал найдет свое воплощение и он про эту тему что-то что-то да напишет вот пригласить его в эфир в этот эфир вы имеете ввиду не могу я пригласить его в этот эфир потому что я и не знаю как и даже я даже не помню как его зовут его это это раз а два он может у меня есть в друзьях но на фейсбуке где-то еще там у меня тысячи людей но я могу его просто не найти а вот что касается того что вот такие вопросы вот интересные которые не нашли отражение в передаче а в самой а я так понимаю что вот это вот интересно же как бы такое вот отступление так было много масса а вот они не вошли в эфир я в связи с этим сделаю разбор эфира вообще я только думаю в каком формате это сделать я конечно могу вот так вот брать отдельно вопрос вот какой-то и вот так освещать его в эфире потом этот же вот эфир выложите в ютубе и все это по кускам сделать может я так и и поступлю для того чтобы набросать канву какую-то но мне все-таки видится сделать как я наверно запишу большое видео наверное если найду для этого времени хотя мне хочется это сделать где вопрос только во времени где будет вот идти значит эфир который был на матч тв и он будет сам не прерываться моими вставками то есть прямо конкретно где в каком месте что было сказано еще дополнительно и какие дебаты были по каждому вопросу который в эфир даже вошел но не вошли комментарии я вышли у меня память отличная просто феноменально в том бессме плане что я помню диалоги которые даже год назад происходили в точности вот это еще при осталось со времен сам 90-х когда ездили на разные встречи и где нужно было постоянно помнить о чем идет речь чтобы не ляпнуть чего лишнего и со следителем за базаром что называется и помнить кто что сказал чтобы можно было поймать на базаре но это старые добрые добрые это в кавычках тоже сам времена вот но тогда да тогда в этом плане память натренировалась вот а еще учитывая то что я в те годы учился в медицинском институте там память у медиков студентов просто вообще фантастическая когда учишь латынь анатомию физиологию гистологию фармакологию там выучиваешь за ночь десятки сам страница наизусть текстов совершенно незнакомых да еще и с терминами так что вот так вот поэтому я смогу восстановить фактически всю передачу целиком единственное что я не восстановлю это там имена тех людей которые что-то говорили но что они говорили однозначно восстановлю и это сам запросто и свои комментарии все потому что в передачу вошел лишь один мой ну сюжет с там со мной где был мой комментарий один-единственный вот иди и то и так его вставили что он не совсем попал в струю передачи то есть как он как из контекста дернут и поэтому так получилось вот ну так вот поэтому давайте вернемся к тому с чего я начал ящий лично сам не считаю что детей отдавать в мм можно самого раннего возраста даже учитывать тот факт что на соревнованиях есть возрастные ограничения по тем самгеприемом которые дети могут использовать так например возрасте до 12 лет детям запрещено запрещена с каком-то ударная техника после 12 разрешена но опять же там вводится масса ограничений то есть у значит на первенстве россии которые в уфе проходила там отрабатывались такие правила соревнований при которых есть огромное количество запрещений то есть например запрещены любые приемы на колено то есть рычаг колена там до скручивание пятки потому что там воздействие тоже на колено идет вот запрещены запрещено прямое воздействие на шею то есть двумя руками захватить шею нельзя можно захватить только через руку запрещен самге треугольник и вообще запрещены все удушающие приемы захват за шею через руку но без удушения здесь работает прежде всего судья то есть судья должен все это дело разнимать если вдруг чего-то вот и все и я хочу сказать что из-за ограничения вот таких по правилам зрелищность для зрителей соревнований вообще не пострадала она руки любые были вы этом разрешены были но вообще не пострадала сам зрелищность наоборот учитывая тот факт что соревнования стали безопаснее идите еще в экипировки придачи ко всему были то есть это шлемы и накладки на голени такое все вот то есть там они конечно показали весь арсенал который могли в рамках с правил которые но разрешены очень красивые поединки красивее зачастую чем у взрослых у которых все разрешено вот и постепенно вводятся вернее и и постепенно с возрастом количество ограничений сам снимается и все и получается очень хорошие соревнования то есть идет просто поэтапная ступенчатое введение всего того там арсенала который есть у взрослых и бойцов и в итоге мы видим безопасные соревнования для детей и безопасные для здоровья безопасные тренировки у тех же самых детей а что важно для развития ммэй детского это безопасность безопасно чтобы родители понимали что это безопасность родители понимают что это безопасно только уже проблем никаких нет они приводите сам заниматься ммэй если зрители видят что это безопасно эту общественности не вызывает негативного резонанса Это тоже положительный момент. А так как ребенок с самого начала занимается ММА, то он развивается гармонично, потому что у него одновременно тренируется все и ударная техника и борцовская техника. Причем не просто в отрыве друг от друга, что, например, я там отдельно тренирую борьбу и отдельно бокс, отдельно выступаю по борьбе и отдельно выступаю по боксу. Нет. А именно тренируется в том аспекте, что возможно выступать в тех видах боевых искусств, где одновременно присутствует сочетанная техника, комбинированная и ударная и борцовская. Вот так вот, между прочим. Понимаете? Понимаете? Хорошо. Поставьте какие-то плюсики, если вы со мной самки согласны. Вот. Кстати, я на самом деле вот что считаю еще придачу ко всему. А можно ли заниматься еще одновременно борьбой в отрыве там, да, от ММА, если человек хочет заниматься, еще выступать на соревнованиях по грэпплингу, например. Вот, ребят и девчат, вот здесь, короче, это пересечение интересов, но никакого когнитивного диссонанса здесь быть не должно, да, совершенно. Если планируется ребенка выступать в соревнованиях по ММА, ну, боец тренируется выступать в соревнованиях по ММА, он должен заниматься ММА. Если наряду с ММА он еще планирует выступать на соревнованиях по грэпплингу и всякое прочее, то, конечно, он может еще и дополнительно наряду с этим совсем заниматься грэпплингом. Это только пойдет ему на пользу, безусловно. Он расширит арсенал своей борцовской техники, но он обязательно должен делать это вместе. Ну, то есть, не разрывать это во времени, что полгода я занимаюсь борьбой, полгода я занимаюсь ударкой. Нет, нельзя. Так может, знаете, кто заниматься? Кто уже состоялся, то есть, кто уже вырос как полноценно сформировавшийся боец ММА. Вот он может отдельно поехать и повысить свою компетенцию в области борьбы, условно говоря. То есть, боец ММА хороший такой, который уже повыступал в соревнованиях, подготовлен как боец ММА, может поехать в Бразилию и позаниматься бразильским джиу-джитсу. Может поехать в Голландию, в клубы Кайван и позаниматься там отдельно кикбоксингом. Может поехать в какие-то боксерские клубы в Ирландию и позаниматься непосредственно ударной техникой бокса, когда он уже сформирован как боец ММА. Если же боец ММА только формируется, он должен тренироваться как боец ММА, разносторонне, то есть, со всей техникой ММА. Но если он одновременно с этим еще выступает по ряду других соревнований в боксе, это еще, он может, конечно, дополнительно. Но не в ущерб занятиям ММА заниматься дополнительно всякой ударной подготовкой различной, там, например, тем же самым и боксом, сочетанным. Вот понимаете, только так нельзя разбивать для бойца, который находится в стадии становления, это на какие-то сами периоды. Раз поехали на сборы по боксу, раз поехали на сборы по тайскому боксу, раз поехали на сборы по бразильскому джиу-джитсу или по грэплингу. Нет, ну нельзя. Можно поехать туда, например, где тренируют тайский бокс. Тот же самый, например, Тайгер Кэмп какой-нибудь там в Таиланд. Но в связи с этим, но одновременно с этим там надо продолжать заниматься ММА. То есть одна тренировка по тайскому боксу, одна тренировка по ММА. Слава богу, кстати, что в том же самом Тайгере Кэмп это уникальное место, это просто самое лучшее место на земле, где может тренироваться боец со смешанного стиля. Я сейчас объясню почему. Потому что это, ну не Шаолинь, конечно, как сказать, но это уникальный кэмп в Таиланде на Кукете, где есть все. Там есть специализированные тренера и по бразильскому джиу-джитсу, и по грэплингу, разумеется, и по тайскому боксу, и по английскому классическому боксу. Все там это есть, причем очень хорошие тренера, великолепные инструкторы, причем масса из них действующие бойцы, которые постоянно выступают, и которые имеют огромный опыт в сумме тренировок. Потому что некоторые работают тренерами уже фиг знает сколько лет. Вот там вот, да, вот там этим всем можно заниматься одновременно и синхронно. Вот, такие пироги. Ну все, в общем-то, что я хотел, я по этому поводу высказался, друзья. Я не против, если вы сейчас напишите что-то, какие-то комментарии, если можете это дело сделать. Я так думаю, что можете, наверное, почему нет. Поставить плюсик, если вы согласны с моими сентенциями. А кто вошел в эфир довольно поздно и не посмотрел с самого начала, и преамбулу, которая привела к записи эфира этого, и не мои промежуточные выкладки, которые я излагал. Ну, пересмотрите этот эфир с самого начала. На самом деле, я считаю, что тема интересная и нетривиальная. Кстати, она интересна всем, наверное, тренерам, которые работают с детьми в области боевых искусств. Ну, кроме, наверное, тех, которые просто настолько увлечены, я скажу так, увлечены, чтобы не обидеть никого, своим направлением, вот прям конкретно своим, узким каким-нибудь. Я даже не говорю про, там, ортодоксов от карате, которые, там, берут какой-нибудь один стиль, там, например, там, окинавский гуджирю или уэчирю или еще какой-нибудь. Вот они в основном такие, ну, скажем так, пробитые. С одной части в одном плане по-хорошему пробитые, в другом плане по-плохому. Хорошие потому, что они сохраняют определенного рода, скажем так, традиции, они занимаются действительно воспитанием, ну, молодежи. С другой стороны, пробитые потому, что плохо, что за деревьями они не видят сам леса. А у них одно единственное дерево это в лесу, это их, ну, направление и все. Вот это вот очень плохой момент. Вот. Я даже говорю про тех, кто занимается, предположим, самбо или, сам, дзюдо тренера. Они тоже в своем плане, если они увлечены настолько своим, ну, направлением, что не видят за этим ничего другого. Бокс, опять же, тот же самый, да, тэквондо. То, конечно, им это не будет интересно. Но те, кто считает, что боевые искусства должны интегрироваться, и любое боевое искусство самое чистое и мертво, если оно не изучает, по крайней мере, хотя бы с ознакомительной целью другие боевые искусства, хотя бы для того, чтобы эффективно противостоять бойцам из них, то, конечно, вот это вот, этот эфир мой будет интересен. Ну, ладно, все, друзья, эфир я заканчиваю. Давайте всем удачи. Посмотреть его запись можно будет через какое-то время на моем канале на YouTube, на Live Channel. Всем пока.